Привет! Итак, давайте рассмотрим несколько организационных моментов, которые могут быть полезны вам при прохождении всего курса CS50. На этом курсе вам нужно будет много чего изучить, и для этого вам могут понадобиться имеющиеся у нас ресурсы, где студенты делятся своим опытом. Эти ресурсы разбиты на несколько различных тематик, и мы надеемся, что у вас есть возможность ими воспользоваться. Вот список из наиболее популярных ресурсов, которые студенты используют при работе в лаборатории курса CS50. Все проведенные лекции сразу же появляются на сайте нашего курса. Лекции записываются в онлайн режиме, и если у вас нет возможности присутствовать на ней, то вы можете просмотреть любую лекцию в папке Lectures. Кроме того, на нашем сайте в папке Lectures вы можете найти файлы с кодом, которые Дэвид использует в наших лекциях. Также там будут находиться слайды и субтитры, которые могут вам понадобиться при обучении. Поэтому вам не обязательно все записывать в аудитории. Ниже будут указаны ссылки на внешние ресурсы, которые использовались в наших лекциях. Также у нас есть замечательный справочник по использованию функций, которым достаточно удобно пользоваться, по адресу reference.cs50.net. Внутри справочника курса CS50 вы найдете те же описания функции, что и при вызове страницы описания данной функции с помощью команды man. Слово man это сокращение от manual page, которое пересылает нас к встроенному в Linux справочнику, где описано, как можно использовать эту функцию. По адресу reference.cs50.net вы найдете ссылку на все стандартные библиотеки функций языка c, такие как standard.io.h, которые мы использовали в начале курса, а также в библиотеке функций string.h, math.h, ctype.h и так далее. Это замечательное место, где вы можете просмотреть описание каждой функции и понять, сможет ли она сделать то, что вам нужно, или вам лучше воспользоваться другой библиотекой. Также у нас на сайте study.cs50.net есть замечательное интерактивное методическое пособие. И кстати, у нас также существует ресурс, где вы можете выполнять практические задания, которые относятся к определенным частям курса. Это замечательный способ проверить свои силы после пройденной части курса. Также вы можете с помощью этих домашних заданий определить свой уровень программиста. Для того, чтобы выполнить тест, для нулевой и первой недели курса вы должны будете перейти по адресу cs50.garward.edu.quizis и выбрать необходимый вам тест. После прохождения теста вы можете просмотреть свои результаты. Таким образом, вы отслеживаете ваши успехи при прохождении курса, и оценки за эти тесты будут непосредственно влиять на оценку прохождения всего этого курса. Кроме того, у вас при прохождении курса CS50 могут возникать разные технические проблемы. Их решение вы найдете по адресу cs50.garward.edu.psets Здесь мы описываем решение разных специфических ошибок, которые могут возникнуть у вас при работе с кодом. В пошаговом руководстве от замалы вы найдете более подробные указания по решению некоторых ошибок, а именно какого типа в программе нужны блоки, чтобы она могла выполнять определенную задачу. После того, как вы сделаете программу, то ее проверит роб. Если в ней будут какие-то ошибки, он напишет вам, где они находятся, и посоветует вам, как их исправить. Итак, видео, подобные этому, вы можете найти по ссылке cs50.garward.edu.pset Кроме того, вы можете найти здесь видеозаписи всех слайдов, практических заданий и дополнительных видео. По адресу cs50.garward.edu.hours вы узнаете график работы колледжа. Если вы учитесь в Кембридже или Еле или каком-то другом колледже, то вы по этой ссылке можете узнать, в какое время работает колледж. Чаще всего это все дни, кроме выходных. И для того, чтобы помочь сокурсникам в решении задачи, вы можете перейти по ссылке cs50.garward.edu.discas Это наш асинхронный форум, который был создан на основе форума Piazza. Вы можете увидеть подобный форум и на других наших курсах. Это асинхронная доска объявлений, где вы можете задать вопрос, и через некоторое время вы получите ответ от преподавателя, его помощника или от других студентов. Мы вас искренне просим, если вы знаете ответ на заданный студентом вопрос, то напишите ему совет, как решить возникшую проблему. Если вы проходите курс cs50x через интернет и не живете в университетском городке, то вы можете также просмотреть прошлогодние курсы на сайте cs50.tv. Все ресурсы, которые я только что вспоминал, вы также можете найти на сайте cs50.tv. После окончания каждого учебного года, все учебные материалы вы сможете найти на этом сайте. Таким образом, вы можете легко проверить, о чем шла речь на курсе cs50 в прошлом году. Кроме того, у нас есть множество интернет-ресурсов, которые не находятся на серверах Гарварда или Еля. Вы можете зайти просто на наш сайт cs50x.slag.com и общаться здесь на форуме. Кроме того, у нас также есть форум по адресу cs50x.stackexchange.com и я на них здесь ссылаюсь. Также вы можете присоединиться к нам в твиттере, набрав собачка cs50 или хэштег cs50 и подобным образом найти нас на фейсбуке. Также я хочу затронуть один важный вопрос, который касается изучения курса и это оценивание. Все домашние задания этого курса оцениваются по четырем ключевым критериям. Первое это скоуп или охват всего материала. Студенты должны выполнить все части задания вовремя. Второе критерие это корректность. Работает ли ваша программа? Нет ли в ней ошибок? Верно ли она выдает результат, учитывая введенные данные? Третьим критерием считается дизайн или эффективность кода. Здесь мы проверяем, насколько эффективный ваш код и насколько хорошо он написан. А четвертый критерий оценивания это стиль кода. Мы проверяем читабельность или попросту сказать понимание вашего кода преподавателям. В данном случае мы оцениваем выполнение задания с помощью этого интерактивного графика. Все четыре критерия оцениваются по шкале от 0 до 5. Желательно, чтобы вы имели оценку от 3 до 5 по всем четырем критериям. Ничего страшного, если вы получите оценку 1 или 2 в начальных заданиях этого курса, но эти оценки считаются низкими. Старайтесь не получать нули по любому из критериев, потому что это сильно понизит вашу общую оценку. Также у нас есть несколько инструментов, с помощью которых вы можете повысить вашу оценку. Первый это Check 50. Каждая функция имеет свою спецификацию использования, а инструмент Check 50 может найти ошибку в ее использовании. И благодаря проверке программы с помощью инструмента Check 50 вы можете найти и также исправить ошибку, и этим увеличить количество ваших баллов. И также вы можете использовать такой инструмент командной строки, как Style 50. Здесь вы можете найти ответ, как лучше написать код для реализации нужной вам задачи. Также вы можете использовать Style 50, чтобы найти совет по улучшению вашего стиля кода, сделав его чище и легко читаемым. И это мы надеемся повысит вашу оценку. И наконец, если вы попросите помощника преподавателя помочь вам, то он вам поможет улучшить дизайн кода, чтобы получить высшую оценку. Дизайн кода нельзя проверить автоматически, так как это более специфический критерий, нежели корректность, или стиль кода, который можно проверить в командной строке. Скорее всего, критерий дизайн кода будет иметь самую высокую оценку, если вы воспользуетесь всеми советами помощника преподавателя. Конечно, оценка за время выполнения задания полностью зависит от вас, но чем быстрее вы его сделаете, тем лучше. Меня зовут Даг Ллойд, и это курс CS50.